приветствую всех почитателей домашнего дистиллята в данном видео я отвечу на часто задаваемые вопросы относительно моей системы в частности расскажу о том как устроено крепление для градусника на крышке куба и на крышке барбатера а также более подробно поговорим о том как устроено крепление этот трехугольничек для крышки на банках также скажу пару слов о змеевике но это будет для тех полезно кто захочет приобрести змеевик из нержавейки там есть свои нюансы об этом позже и оставлю ссылки на все комплектующие которые приобрел в сети от слов к делу первую очередь я вам покажу размеры трехугольников крепления крышек хочу сразу уточнить их мне сделал любезно мой друг александр александр фицай так как я сваркой совсем не дружу он их почему-то называют чебурашки но он сделал назвал для изготовления данных креплений на 5 3 литровых банок и одну десятилитровку мне понадобилось квадрат 10 на 10 3 метра гайка на 12 36 штук гайка на 10 54 штуки шайбы на 10 18 штук шпилька резьбовая также на 10 5 метров все это можно приобрести в любом строительном магазине это крепление для трехлитровой банки длина одной стороны трехугольника 12 сантиметров от гайки до гайки по углам приварены гайки на 12 резьба внутри снята сверлом вся конструкция собирается на резьбовой шпильке диаметром 10 длина шпильки 30 сантиметров хочу уточнить еще относительно шайб шайб надо не 18 а 36 теперь о последовательности сборки сначала накручиваем снизу накручиваем одну гайку ставим шайбу трехугольник и потом гайку почему именно такая последовательность вам не придется прогонять вот эту гайку через всю резьбу восстанавливаем баночку пошла крышечка одеваем трехугольник верхний для этого и снималась резьба чтобы не было задержек таких по резьбе накидываем шайбочки не забываем и поджимаем гайки проверяем на герметичность все отлично можно приступать к работе теперь крепление для 10 литровки длина трехугольника 19 сантиметров как вы видите посредине вареной перемычки здесь вы уже будете их подстраивать под размер высота шпильки 45 сантиметров теперь рассмотрим как устроено крепление под градусник на крышке барбатера и на крышке куба данная конструкция состоит из муфты муфта из нержавейки с внутренней резьбой эта муфта приваривается к крышке в этой ситуации это крышка куба силиконовая прокладка которая сделана из силикона толщиной 5 миллиметров гаечка зажимная гайка это сделано из заглушки с наружной резьбой посредине просверлено отверстие и шайбочки шайба нужно шайба устанавливается между прокладкой и гаечкой посредине муфты вернее там где она закреплена просверлено отверстие диаметром 4 8 миллиметров толщина щупа 3 9 миллиметра по центру прокладки раскаленной цыганской иглой я прожег отверстие теперь собираем нашу конструкцию устанавливаем шамбочку и зажимаем нашу конструкцию дожимаем рукой этого будет достаточно намочим щуп нашего градусника и вставляем центр который мы прожгли цыганской иглой и вуаля градусник на месте данный узел весьма прост но и довольно таки надежен ни разу он меня еще не подвел отсюда никогда не травили пары таким же образом устроен этот узел и на крышке барбатера повторяться не стану ну а теперь поговорим о змеевике при покупке змеевика из нержавейки рекомендую обратить внимание на угол наклона его спирали конструкция весьма жесткая самостоятельно выровнять вы не сможете пробовал поэтому мне пришлось обрезать полтора витка так как они смотрели слегка вверх и создавали гидрозатвор в котором собрать собиралась мне 150 миллилитров дистиллята сами понимаете это неприемлемо на данном этапе самоток восстановлен еще пару нюансов относительно крышки барбатера при покупке крышек для барбатеров обратите внимание на родные прокладки хотя вас будут уверять что они сделаны из пищевой резины которые выдержат температуры ставьте это сразу под сомнение и делайте свои прокладки самостоятельно я взял силикон толщиной 3 миллиметра и сделал прокладочки на все крышки так как в ходе эксплуатации эти прокладки начали травить и вот видите это оригинальные родные крепления которые идут вместе с этими крышками вот пожалуй все основные нюансы на которые стоило бы обратить внимание при сборке данной системы ссылки на все комплектующие я оставлю в описании может быть кому-нибудь понадобятся и вам будет легче просто найти в сети а на этом я буду заканчивать спасибо что заглянули на мой канал всем удачи и до новых встреч а